Реконструктивная пластическая хирургия 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 Продолжить почему-то. Ага, все. Следующая пациентка 29 лет. У пациентки рак правой молочной железы, это 2,0,0, стройной негативный подтип. Ей была уже выполнена секторальная резекция. Также она прошла химию, лучевое лечение. У нее была выявлена мутация БИРСИ-1. Первым этапом мы проводим профилактическую и лечебную биотеральную мастектомию и одномоментную реконструкцию имплантами. И при наличии каких-либо ишемических проблем или имплант-ассоциированных осложнений мы идем на ротированный лоскуч в широчайшем мышлении. В раннем послеоперационном периоде, к сожалению, мы столкнулись с такой проблемой со стороны профилактической мастектомии. Здесь ишемия кожных покровов. Сосково-реолярный комплекс у нас далее отыгрался, но, к сожалению, кожа под ним погибла. И мы приняли решение идти по плану Б, идти на ротационный лоск для закрытия дефекта. Вот так выглядит пациентка на первые сутки после операции. Мы повернули лоскуч в широчайшие мышцы спины с небольшим кожным фрагментом для закрытия дефекта. Так выглядит спина пациентки. Эта же пациентка спустя полгода после операции. Следующий большой объем пациентов – это пациенты на отсрочную реконструкцию. Если к нам приходит такая пациентка с избытком подкожей жировой клетчатки и кожи в области передней брюшной стенки, большой контртеральной железой, это пациент на использование дефекта в качестве реконструктивного метода. Какой у нас план? Первым этапом мы делаем на срочную реконструкцию дефекта, симметризирующую операцию слева. И вторыми и последующими этапами – это коррекционные операции, формирование заска и так далее. Эта же пациентка спустя полгода после коррекционной операции. Вторым этапом мы проводили липофилинг зоны лоскута и формирование соска. Немного скажу о реконструкции собственными тканями. Если есть избыток кожи и подкожей клетчатки передней брюшной стенки, если есть достаточный большой объем своей железы, пациенты всегда склонны выбрать этот метод, потому что грудь становится теплая, мягкая, и мы не используем народное тело, мы не используем импланты. И для пациентов это более предпочтительный выбор. И еще один клинический пример – это нетипичный пример на отсроченную реконструкцию диплоза. Это молодая пациентка, у которой нет избытка кожи и подкожей клетчатки передней брюшной стенки. У нее два послеоперационных рута. Но пациентка категорически не хочет реконструкцию имплантами. В таком случае планом А у нас будет установка пандера для получения достаточного объема кожи. Вторым этапом мы идем на срочную реконструкцию правой молочной железы погруженным диплозом и симметризирующую операцию слева. И в случае каких-то засудистых проблем с лоскутом мы используем имплант. Всем пациентам перед диплозом мы проводим мэроангиографию для тщательного планирования забора лоскута. В таких случаях, когда у нас есть руки в области передней брюшной стенки, то строго обязательно нам нужно забрать маленький этот лоскут на двух ножках для того, чтобы использовать весь его объем реконструкции. Эта же пациентка спустя полгода после операции погруженной лоскут, у нас здесь нет имплантов, мы рискнули и получили такой результат. Я благодарю за внимание и за возможность выступить. Спасибо большое. Продолжение следует...